И они действительно лучшие. Точные атаки в ворота, сильные удары, тактические установки, игровые комбинации. Не жалея ни сил, ни причесок, они в прямом смысле ведут бой на поле. Этот сезон для них успешный. Команда одержала победу на молодежном первенстве Беларуси. Позади 22 игры, впереди долгожданное награждение, ушибы, растяжение, вывихи. Во многом это цена заветной победы, но и юные футболистки признаются, такая игра стоит свеч. И одержанный триумф обязательно станет трамплином в большой спорт. Это было очень сложно. Мы боролись до конца, после каждой игры. Была игра очень сложная с Минском, с Могилевым. Но мы вместе добились этого. Командой нужно быть дружной, доверять друг другу, на поле быть вместе, бороться до конца. Но команда это все. Без команды невозможно вообще играть. Почему именно какой-то вид спорта должен именно быть мужским, если он как бы создан для всех. Это интересно всем. Теперь чемпионкам точно никто не возразит. Футбол игра не женская. А любовь к игре номер один и волю к победе прививали годами тренеры. И они больше всех переживают за девчонок. Мы все-таки собираем областную команду. У нас девочки с Иваново, у нас девочки с Баранович, у нас девочки приезжали и с Кобрина, и с Малориты. Ну, в общем, ну, Костяк, конечно, это брестские девчонки. Девчонки у меня супер ходят, не пропускают тренировок. Поэтому хочется отдельное спасибо сказать их родителям, педагогам в школах, которые отрывают от сердца своих девчонок и отдают нам спорт. Всего в Брестском областном центре Олимпийского резерва по футболу оттачивают футбольное мастерство свыше ста девчонок. Всего здесь занимается 56 групп спортсменов, желающих приобщиться к большому миру футбола. С каждым годом прибавляется. 56 бюджетных групп. Сейчас мы начинаем создавать еще платные группы, потому что желающих, я не знаю, может еще после чемпионата мира, толчок какой-то. Я думаю, что с введением этого объекта замечательного интерес еще более возрастет. А для того, чтобы спортсмены смогли поддерживать форму круглый год и не теряя сноровки и физической подготовки, в Бресте делается все возможное. 15 декабря на базе Центра Олимпийского резерва по футболу откроет в свои двери крытый футбольный манеж. Одновременно здесь смогут тренироваться 4 группы детей. Поле смогут арендовать разные команды. Также в новом сооружении планируют проводить товарищеские игры и учебно-тренировочные сборы. Наш объект построен с учетом тех замечаний, предложений, которые были учтены проектировщикам и заказчикам на предыдущих объектах. То есть у нас, наверное, будет один из самых лучших таких объектов в республике. Если в административном здании пока ведутся работы, здесь будет функционировать тренажерный зал, тренерские, инвентарные, раздевалки, душевые, сауны, зоны ожидания, то в самом сердце манежа уже все готово.